Сергей Богданович, расскажите, пожалуйста, немного о программе «Зенита» на вторых «Газпром» тренировочных сборах в Австрии. Сергей Богданович, начальник «Зенита» на вторых «Газпром» тренировочных сборах в Австрии. И он довосстанавливается в Санкт-Петербурге. Дальше посмотрим, как будут развиваться события. Что касается остальных игроков, пригласили ребят в молодых играх, которые с нами будут принимать участие в этих тренировочных сборах, для того, чтобы посмотреть на них и, естественно, для того, чтобы увеличить количество игроков, которые у нас есть в распоряжении. Для ребят это хороший шанс проявить себя. Почему в целом для второго сбора была выбрана Австрия, а, например, команда не осталась в Петербурге? Во-первых, мы планировали заранее сбор. Связано это с возможностью проведения контрольных матчей. В Санкт-Петербурге достаточно сложно найти спарлинг-партнера. Нужно на каждый матч куда-то вылетать, прилетать. Чтобы сыграть даже три игры, это нужно три вылета. И, естественно, на сборах есть возможность более основательно поработать над какими-то элементами, больше времени проводить и на тренировочных занятиях, и что-то, связанное с теоретической нашей подготовкой. Спокойно, никто не торопится. Я думаю, дни сбора – это не так много, и условия здесь хорошие. Будем спокойно готовиться. Расскажите, пожалуйста, как вызов Малкому в Олимпийскую сборную Бразилии? Влияет ли он на программу его подготовки на этих сборах? Нет, он никак не влияет. Он готовится вместе с командой по поводу его вызова в Олимпийскую сборную. Сейчас мы пытаемся найти какое-то компромиссное решение. Посмотрим, насколько и когда. Пока в процессе переговоров вопрос находится. И пока сложно сказать, когда он уедет. У нас свои интересы, у сборной, естественно, свои интересы. Пытаемся найти компромисс. Сергей Борисович, есть молодые игроки, причем ребята есть из ЮФЛ, из молодежного состава. По какому принципу вы отбирали игроков для этого сбора из команд Академии? Мы смотрим, просматриваем тех перспективных игроков, молодых, которые есть в структуре «Зенита», на эти сборы по двум причинам отталкивались. Это по позициям, которые играют. Мы понимаем те позиции, которые у нас есть и те позиции, которые у нас нет. Плюс, естественно, посмотрим и потом совместно приняем решение, как лучше развивать тех ребят, которые к нам пришли с ЮФЛ. Насколько они сейчас готовы, ребята талантливые. И нужно посмотреть и разобраться вместе с клубным руководством, как правильно поступить и какой выбрать путь их развития дальнейшего. На сегодняшней первой тренировке было заметно, что игроки-основы, опытные игроки нисколько не церемонятся с молодежью. Была ли какая-то установка на то, чтобы сразу давать им понять, что такое взрослый футбол? Нет, конечно, и молодые не церемонятся со взрослыми, поэтому это абсолютно нормально. Тренировка есть тренировка. Здесь абсолютно никто не обращает внимания на авторитет, на возраст. Это тренировка. Здесь все равные на футбольном поле. Необычная немножко ситуация. Сразу два Симутенковых. Бывало ли в такой практике когда-нибудь вашей, чтобы отец и сын, футболисты и тренеры были вместе на сборах? Ну, я так не припомню. Интересная ситуация, конечно. Я думаю, для Вадима есть поддержка дополнительная, скажем так. А с другой стороны, дополнительная ответственность. Это надо у него спросить, насколько ему комфортно в присутствии отца, насколько он строг бывает к нему. Поэтому это приятный момент, почему нет, это здорово. Сергей Анатольевич, евро в разгаре. В какой степени вы следите за ним? Что вас, может быть, в большей степени удивляет, что радует? Какие тенденции, может, для себя подметили? Что касается евро, конечно, пытаемся все, что можно, смотреть. Смотреть живую. Не всегда получается, как сегодня, смотреть все матчи. Но в целом, конечно, это есть праздник, турнир. Есть свои особенности проведения финальной части в связи со сложным достаточно годом, разными другими причинами. Вспышками коронавируса в той или иной команде. И хотя они пока носят, слава богу, изничный характер. И целая группа игроков ни в какую сборную не выпала. Это здорово. Что касается каких-то интересных нюансов, которые можно подметить. Ну, сложно, что каждый тренер строит игру своей команды из расчета тех игроков, которые есть в наличии. Поэтому мы видим или оборонительный футбол, или агрессивные атакующие команды. Команды абсолютно разные. Кто-то радует своей игрой, смелостью в действиях. Кто-то, наоборот, из фаворитов, прежде всего, которые действуют достаточно аккуратно. Но все решает результат. Я думаю, что игра забывается, а результат остается. Наша сборная разочаровала? Ну, что касается результата, в принципе, наверное, до чемпионата, до финальной части могли многие предположить, что с бельгийцами будет сложно. Бельгийцы объективно сильнее, наверное, во всех линиях. Что касается Финляндию, нужно обыгрывать, так и произошло. Что касается датчан, естественно, здесь фактор чужого поля. И датчане оказались более, наверное, удачливы, если говорить по первому тайму. То есть такая игра достаточно равная. Наши неплохо смотрелись. Могли забить, но пропустили. Но, я думаю, в концовке уже сложно было рассчитывать на положительный результат. И здесь уже в дело включилась разница. Поэтому кто-то с тремячиками вышел. Но у нас, к сожалению, разница не позволила включиться в борьбу для того, чтобы выйти в следующий этап.